Новое оружие едет в Украину. Это не плановая военная помощь НАТО, а конкретно подарки, которые Украина получит в связи с Днем независимости страны. С Днем независимости Украины. Слава Украине. Об этом стало известно 24 августа во время визита украинских союзников в Киев. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Высокие гости, а это премьер Норвегии Йонас Гарстере, а также президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза. Удивили масштабами своих сюрпризов. Помощь Украине, она постоянно, и она идет. Но именно в День независимости, по абсолютно понятным причинам, она становится заметной. Пройдемся по списку. Особенно щедрыми в плане подарков были норвежцы. Они передадут Украине несколько истребителей Ф-16. Мы приняли решение передать норвежские Ф-16, истребители Ф-16, и мы сейчас обсуждаем, когда и как. Кроме этого, будет техника для саперов. Мы передаем Украине несколько наборов для разминирования. А также системы для защиты неба. В контексте ПВО мы также передаем систему IRIS-T. Систему, которая также будет помогать защищать инфраструктуру и жизни людей от беспилотников и ракет. Президент Португалии тоже не приехал с пустыми руками. Он готов принимать украинских пилотов для учений на Ф-16. Сегодня Португалия подтвердила готовность присоединиться к подготовке украинских пилотов и инженерного состава на самолетах Ф-16. Другие союзники Украины поздравили Киев дистанционно. Особо щедрой была Литва. Литва сейчас тоже передает системы на Самс. Литва объявила о помощи на сумму 41 миллион евро. Но мы, кстати, там туда входят еще и стрелковое вооружение, и противотанковое вооружение. Кроме этого, в символический пакет военной помощи входят морские радары и гранатометы «Карл Густав». Не забыла о Дне независимости Украины и Германии. За последнюю неделю Берлин передал Киеву ракеты к ЗРК «Патриот». Полмиллиона патронов и 40 беспилотников «Хейдран». Не остались в стороне давние друзья Украины – компания «Байкар». В День независимости турки подарили Украине ударный беспилотник «Байрактар» ТБ-2. Все эти подарки принципиально озвучены в День независимости Украины. Поддержка Украины в войне с российской агрессией, которую Россия направляет однозначно на уничтожение Украины, украинской идентичности, она никуда не делась и она имеет тенденцию даже к расширению. Но, естественно, решение их передачи было принято уже давно. И на это есть серьезные причины. На самом деле за всеми этими подарками тоже лежит и тяжелая боевая работа силы обороны Украины и жертвы, которые Украина несет. И все же в основном это уважение к украинскому народу. До тех пор, пока Украина не выгонит Путина со своих территорий, похожих подарков будет еще много. Это Украина в центре мировой политики и в центре поддержки. Есть большая надежда, что с каждым разом военные подарки Украине будут все более мощными.